Дорогие зрители, это видео размещено в открытом доступе с разрешения автора и Восвятейшества Бхакти Читани с вами. Мы будем очень признательны вам за помощь в издании последующих видео и книг из серии «Парикрамы по Вриндауну». Сделать пожертвование вы можете без комиссии в ближайшем отделении Евросети на наш счет в Яндекс.Деньгах, номер которого вы видите на экране. Вы также можете заказать это видео на двух DVD-дисках в подарочной упаковке, связавшись с нами по указанному здесь адресу. Желаем вам приятного просмотра. Издательский коллектив фильма «Вриндаван. Место Игры Господа». Добро пожаловать во Вриндаван. Место Игры Господа. Город Вриндаван находится в центральной части Враджа-Мандалы, обширной местности, где Господь Кришна являл свои трансцендентные игры 5000 лет назад. Некоторые из его детских лил проходили здесь, и спустя годы преданные основали множество храмов, восстановили святые места, чтобы увековечить эти события и прославить Кришну как верховную личность Бога. После того, как Господь завершил здесь свои игры, многие храмы и божества были утеряны. Но примерно пять столетий назад шесть дикасвами Вриндаваны были посланы сюда своим духовным учителем и наставником Шичитани Махапрабу, который является самым недавним воплощением Господа Кришны. Именно они восстановили святые места и нашли божества, которые были потеряны с течением времени. Шесть госвами и их последователи основали во Вриндаване семь основных храмов. Храм Радхи Мадана Мохана, где было установлено одно из изначальных 5000-летних божеств Господа. Храм Радхи Говинды, также с изначальными божествами. Храм Радхи Гапинадхи, с еще одним из изначальных божеств. Храм Радхи Дамодары, с божеством, изготовленным позднее одним из шести госвами, Шилой Рупой Госвами. Храм Радхи Романа, которому поклонялся Гапала Бата Госвами. Храм Радхи Гакулананды, которому поклонялся Шила Вишванадха Чакравар Титакур. И храм Радхи Шемасундары, которому поклонялся Баладева Видябушина. Своё путешествие мы начнем с посещения именно этих храмов. Затем мы посетим храм Кришны Баларамы, основанный его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, ачарьей-основателем международного общества Сознания Кришны. Именно он открыл всему миру сокровища Вриндавана – Сознание Кришны. Также мы посетим множество других святых мест города Вриндаван. В Бхагавадгите Господь говорит «Паритраная садунам, винашая чадушкритам, дарма самста панартхая, самбавами, юге-юге». Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам не схожу в материальный мир из века в век. В этой связи Шила Прабхупада говорит «Кришне нет необходимости приходить, чтобы убивать демонов. Господь приходит в этот мир только по просьбе своих преданных, таких как Васудева и Деваки. Поэтому изначальная причина Его прихода – это просьбы Его преданных. Но когда Он приходит, Он также показывает, что готов убить любого, кто питает зависть к Его преданным. Конечно же, когда Он убивает или оберегает, эти Его действия тождественны друг другу, так как Он абсолют. Те, кто погибают от руки Кришны, сразу достигают освобождения, хотя для Его достижения обычно требуются миллионы лет. Так что люди могут говорить, что Кришна пришел с той или с иной целью, но в действительности Он приходит ради блага своих преданных. Он всегда заботится о благе преданных. И нам следует понять, что мы всегда должны стараться стать преданными. Как говорил нам Шила Прабхупада, Господь явил такое множество игр, чтобы отвлечь наши умы от материального мира и привлечь их к Нему, чтобы у нас появилось вдохновение стать Его преданными. Он очень милостив к тем, кто служит Ему. Он ждет, пока мы повернемся к Нему и примем прибежище, встав на путь Бхакти, путь преданного служения. Посещение этих святых мест является очень важной частью этого пути. С каждым из них связано множество историй, которые будут представлены в этом фильме. Пожалуйста, пройдитесь с нами по этому священному городу и насладитесь удивительной духовной атмосферой, которая ощущается здесь повсюду. Храм Мадана Мохана стоит на парикрамной дороге с северной стороны города Вриндаван. Он был основан в 1581 году Шилой Санатаны Госвами и находится под номером 1 в центре нашей карты. Когда Господь Кришна покинул этот мир, его правнук Ваджранабха захотел установить божества в местах, где проходили основные игры. К тому времени остался всего один человек, который лично видел Кришну – Уттара. Когда было изготовлено первое божество, Мадана Мохан, ее позвали посмотреть на него. Она сказала «Да, выглядит в точности как Кришна – от стоп до талии». Это изначальное пятитысячелетнее божество Мадана Мохана. Вместе с Говиндой и Гопинадхой они были перевезены в Джайпур, Махараджи Джай Сингхам – правителем этого штата. Однако немного позже, по просьбе сестры Джай Сингха, вышедшей замуж за царя, правившего в Короле, Мадана Мохан переехал туда, и с тех пор он находится в городе Короле. Это старый храм Мадана Мохана в городе Вриндаван. Однажды саната на Госвами совершал в Раджа Мандала Парикраму, и в районе Гакула Махавана увидел несколько мальчиков, игравших в мяч. У одного из них была темная кожа, и он был особенно красив. Санатана понял – это Кришна. Он последовал за этим мальчиком до его дома в Мадхуре и увидел, что он жил как член семьи Брамана, которого звали Чоуби. Шрила Санатана Госвами обратился к отцу семейства – это же Кришна, нельзя разрешать ему бегать повсюду и пачкаться в грязи, нужно поставить его на алтарь и поклоняться ему. После этого Чоуби поставил Мадана Мохана на алтарь, и тому пришлось стоять на алтаре и принимать поклонение. Но уже следующей ночью Мадана Мохан пришел во сне к Санатане Госвами и сказал ему, «Мне очень скучно стоять здесь на алтаре, я хочу отправиться с тобой на Парикраму». Поэтому наутро Санатана вернулся и забрал с собой Мадана Мохана. Санатана Госвами вел крайне отрешенный образ жизни и практически ничего не ел. Каждый день он просил подаяния, но уделял этому очень мало времени. Поэтому зачастую у него была только мука, которую он смешивал с водой из Емуны, скатывал тесто в маленькие шарики и кидал их прямо в огонь. Спустя какое-то время он вытаскивал из огня почерневшие шарики, отламывал корку и предлагал сердцевину Мадана Мохану. Такой простой хлеб называется Батти. Однажды на этом самом месте Санатана предложил Мадану Мохану только Батти, без овощей, риса или дала, и даже без соли. Мадана Мохан посмотрел на Батти и спросил, «Можно мне хотя бы соли к моему Батти?» Санатана ответил ему, «Я знал, что ты будешь жаловаться. Я же говорил тебе, я беден, но ты согласился принимать все, что я предложу тебе. Но если тебе этого недостаточно, я отнесу тебя обратно к Чоубе». Но Мадана Мохан запротестовал, «Нет-нет, я съем своего Батти без соли. Единственное, чего я хочу, это быть с тобой». Это божества, которые стоят в наши дни на алтаре старого храма. Храм Мадана Мохана расположен на вершине Два Дашадития Тилы, или холма Двенадцати солнц. Говорится, что после того, как Кришна победил змея Калию и изгнал его из Вриндавана, Господь поднялся на вершину этого холма, чтобы обсохнуть и согреться после продолжительной схватки со змеем. Сурья, повелитель солнца, хотел послужить Кришне. И когда он увидел, насколько Кришна промок и как ему было холодно, Сурья проявил двенадцать солнц, чтобы помочь Господу обсохнуть и чтобы окружить его комфортом. Когда мусульмане напали на врач, старый храм Мадана Мохана был поврежден. Поэтому последователи учеников Шилы Санатана Гасвами построили новый храм, который находится рядом со старым. В нем установлены протибу формы Мадана Мохана. Там также находится небольшая говардана Шила, который поклонялся Санатана. Шила Санатана Гасвами оставил этот мир на Манасе Ганге у холма Гавардхан в 1558 году в день Гуру Пурнимы, который обычно приходится на июль. Однако его трансцендентное тело захоронено здесь, позади храма Мадана Мохана. В дальнем левом углу дворика с Самадхи находится Гранта Самадхи или Самадхи Писаний. Говорится, что здесь Шила Джива Гасвами спрятал некоторые из работ шести Гасвами. Также на территории его Самадхи находится Пушпа Самадхи великих спутников Господа Чайтания Тапана Мишри отца Рагунатхи Баты Гасвами и Чандрашикхары Ачарии. Субтитры создавал DimaTorzok Храм Радха Гавинды находится в самом центре современного города Вриндаван. Он был основан под руководством Шилы Рупа Гасвами в 1590 году. На нашей карте он под номером 2. После того, как Уттара увидела Мадана Мохана, Ваджанабха извоял Гавинда Дева. Опять позвали Уттару, чтобы она внимательно его осмотрела. «Да!» — сказала она. У него лицо в точности, как у Шри Кришны. Как и многие другие божества, с течением времени Гавинда был потерян. В Бхакти-Ратнакаре описывается, что восстановив множество святых мест, Шилы Рупа Гасвами был не удовлетворен, так как знал, что Гавинда Дже находился где-то во Вриндаване, но он не мог его найти. Рупа настолько тщательно проводил свои поиски, что искал даже в домах у многих в Раджаваси. Но Гавинда Девы нигде не было. Однажды к нему подошел один чрезвычайно привлекательный в Раджаваси и спросил, в чем причина его печали. Рупа объяснил ему, что именно его тревожило, и Враджаваси успокоил его, рассказав про холм во Вриндаване под названием Гома Тила. Каждый день на вершину этого холма приходила одна особенная корова и поливала холм молоком из своего вымени. Враджаваси отвел Рупу к Гома Тиле и неожиданно исчез из виду. Рупа упал на землю, и слезы полились у него из глаз. Так он потерял сознание. Позже он собрал несколько местных жителей, которые стали раскапывать вершину холма и в конечном счете обнаружили Говинду. Вместе с ним они также нашли маленькое божество Йога Майи, ребенка мамы Ешоды, которого Камсов пытался убить. Многие годы Шиларупа Госвами собственноручно поклонялся Говинда Деве, но именно Рагунат Бата Госвами с помощью своего ученика Махараджи Ман Джай Синга из Джайпура завершил строительство прекрасного храма из красного камня на вершине Гома Тилы. А спустя 14 лет строительства он установил здесь Господа. В то время это был самый высокий храм в Северной Индии. Аурангзеп, печально известный мусульманский деспот, увидел свет на вершине храма Говиндаджи во время своего путешествия в Агру. Его привело в гнев то, что по высоте храм превышал все мусульманские постройки того времени. Он послал солдат, чтобы снести этот храм, и они разрушили 4 верхних уровня здания. Прямо перед этими событиями Говинда был перевезен в Джайпур. В наши дни по центру алтаря старого храма стоит божество Говинды. По сторонам Говарни Тай, перед ним Джаганадха, а справа от Джаганадхи находится особенная говардана Шила. Считается, что пася своих коров, Кришна, наступив на эту Шилу, оставил в ней отпечаток своей стопы. Под левым крылом старого храма находится божество Йога Майи, найденное Шилой Рупай Гасвами. Это одно из изначальных божеств Вриндавана, и ему уже 5000 лет. Сейчас мы отправимся в Джайпур, чтобы получить даршин изначального 5000-летнего Говиндаджи. Он находится на территории городского замка Махараджи Джайпура. Там у него удивительный храм, который каждый день посещают тысячи преданных. Практически жизнь всего города Джайпур вращается вокруг Говиндаджи. Давайте получим его даршин и увидим его в различных дневных одеяниях. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он во время Мангала Арати. Субтитры создавал DimaTorzok Местные преданные регулярно поют песни преданности ради удовлетворения Говиндаджи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как Уттара получила даршин Говинда Девы, Ваджранабха изготовил третье божество Кришны Шига Пинадху. Храм Гопинадхи находится под номером 3 на нашей карте. Когда Уттара увидела его необыкновенный образ, она воскликнула «Да, его грудь в точности, как у Кришны!» Он Кришна – повелитель Гопи и потому считается наивысшей формой Господа. Сначала давайте посетим изначального Гопинадху в Джайпуре. Как и другие основные божества, до прихода Господа Чайтани Гопинадху спрятали, чтобы уберечь его от нападения мусульман. Два ученика Шигададхара Пандита из Панчататтвы, Маду Пандит и его близкий друг Пармананда Бхатачария прогуливались по берегу Емуны в Амшиватого Вариндаване и нашли божество в песке. В Бхакти Ратнакаре приводится следующее описание. Так Шримаду Пандит стал слугой Шри Гопинадхи, чье сияние способно пленить ум любого. Сотни и тысячи людей бежали, чтобы увидеть его, известного как олицетворенная сладость, когда освежающая сладость его очаровательной формы входила через глаза в их сердца, обжигающий огонь материального существования, который раньше пылал там, потухал. Это самое очаровывающее божество и по обоим сторонам от него стоят божества Шримати Ратхарани. Божество справа от нас большего размера, а слева меньшего. Это и есть изначальное божество. В Бахти Ратнакаре рассказывается, что когда матушка Джанова была во Вриндаване, Гопинад пришел к ней во сне и сказал, что ему странно видеть Шримати Ратхарани настолько меньше себя, поэтому он попросил ее сделать божество Ратхи большего размера. Шримати Ратхарани также явилась Джанове во сне и сообщила, что она согласна и что Джанова должна немедленно сделать новое божество. Она так и поступила. Однако, когда принесли новое божество Шримати Ратхарани, преданные не знали, что им делать со старым божеством, которое было очень красивым. В итоге было решено, что оба божества будут украшать алтарь Гопинадхи. Именно это мы и видим сегодня. Божества Шримати Ратхарани стоят по обе стороны Гопинадхи. Если зайти с улицы во двор храма Гопинадхи в Джайпуре, то по правую руку будет витрина с куртой, шапкой и частью четок Маду Пандита. Хотя прошли уже сотни лет, эти предметы сохранились и можно получить их даршин. Сейчас мы находимся в храме Гопинадхи в городе Вриндаван. Божества здесь расположены несколько непривычно. Обычно, если смотреть на алтарь, Шримати Ратхарани находится справа от Кришны, но здесь Шримати Ратхарани стоит слева от Господа, а ее младшая сестра Ананга Манджари стоит справа от него. Из любви к своей младшей сестре Ратхарани позволяет ей занять самое привилегированное положение, чтобы та могла совершать самое сокровенное служение. Когда изначальное божество Гопинадхи еще было во Вриндаване, Джанава Мата, супруга Господа Нитянанды, посетила этот храм. В Кришна-лиле Джанава это Ананга Манджари, и поэтому, испытывая сильную привязанность к Гопинадхи, она регулярно посещала храм. Говорится, что в один из дней Джанава пришла на Даршин, но алтарь был закрыт, и она зашла вовнутрь. Когда алтарь открыли, ее нигде не было. Таким образом, мать Джанава завершила свои игры в этом мире. Позади храма Гопинадхи в городе Вриндаван находится Самадхи Маду Пандита. Маду Пандита. Мадана Мохана, Говинда и Гапинатхи были сделаны пять тысяч лет назад под руководством правнука Кришны, Ваджранабхи, то Дамодара появился намного позже. В важном писании Гаудио Вайчнау в Саддана Дипике объясняется, что Шила Рупа Гасвами обладал многими талантами. Он хорошо рисовал, был сведущим астрологом, свободно владел санскритским, бенгальским, персидским и другими языками. Он также в совершенстве мог изготавливать божества. Понимая желание своего дорогого племянника Дживы, Рупа Гасвами изготовил Дамодару и подарил это божество ему. Считается, что это произошло в 1542 году. Но позже, в 1670 году, Махарадж Джай Сингх отвез Дамодару и другие основные божества в Джайпур. По центру алтаря храма во Вриндаване находится Рада Дамодара с Лолитой. По левую сторону от нас находится Рада Вриндавана Чандра, Шила Кришнадаса Кавираджи Гасвами. Если стоять лицом к алтарю, противоформа Радья Мадавы Джайдэва Гасвами находится справа от Рада Дамодары. Еще правее, Радха Чалчикана, Бугарби Гасвами. Там также находится большая гавардана Шила, которую, по поверью, дал Шиле Санатани Гасвами Господь Кришна, когда тот стал слишком старым, чтобы ежедневно совершать гавардана парикраму. Это отпечаток стопы Господа Кришны. Затем за ним находится отпечаток стопы одного из телят Кришны. Выше него след от лати Кришны, от посоха Кришны, которым Он управляет коровами. Выше этого след или отпечаток флейты Господа Кришны. Мы поворачиваем налево от алтаря и попадаем в сад Самадхи. Здесь, справа от нас, находится Самадхи Шилы Дживы Гасвами. Это великий ачария в нашей линии. Он составил 400 тысяч стихов, раскрывающих философию сознания Кришны в мельчайших подробностях. Пройдя дальше, мы находим Самадхи Шилы Рупа Гасвами. Он Абидея Ачария в Гауде Сампродае. Он написал множество книг, в которых во всех подробностях описывается метод развития сознания Кришны, в частности, Бхактира Самрита Синду, которую перевел Шила Прабхупада и назвал нектаром преданности. Рядом с Самадхи Рупа Гасвами находятся Самадхи Бугарбы Гасвами. Вместе с Лаканадхой Гасвами они были первыми преданными, которым господь Чайтания повелел начать работы по возрождению Вриндавана, еще до того, как сюда пришли шесть Гасвами. Во двор храма Рады Дамодары выходят комнаты его божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, ачарии основателя Международного общества сознания Кришны. Здесь он жил с 1959 года и до своего отправления в западные страны в 1965 году. Он жил в комнате справа и тут же составил свои комментарии к Бхагавадгите и Шимадбхагаватам. В потолочной балке находился его сейф в стиле Брижабаси, где он хранил ценные вещи. Он отодвигал этот камень, помещал вещи внутрь, а затем закрывал тайник. В комнате слева Шила Прабхупада готовил и принимал просад. На этой известной фотографии он смотрит через окно на Самадхи Шилы Рупа Гасвами и молит о возможности распространить сознание Кришны по всему миру. Сейчас мы отправимся в храм Радхи Дамодары в Джайпуре. Нет ясности в вопросе, находятся ли изначальные божества Радхи Дамодары во Вриндаване или в Джайпуре. Но несомненно, что и те, и другие очень красивы. Здесь Радхи Дамодара стоят на нижнем уровне алтаря, а на верхнем уровне стоят большего размера Радха Вриндавана Чандра Шилы Кришнадаса Кавираджи Гасвами. Дамодара поразителен в проявлении своих трансцендентных качеств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Радхараман – выражительное божество. Изначально ему поклонялся Гапалбата Госвами. Храм находится под цифрой 5 на нашей карте. Гапалбата поклонялся Шелограма Шилам, но внутри лелеял желание поклоняться Господу Кришне в традиционной форме божества, как это делали его друзья Госвами, Рупа, Санатана. Они поклонялись Гавинде и Мадену Мохуну, соответственно. В один из дней во Вриндаун пришел состоятельный преданный и встретился с Гапалом. Он предложил сделать одежды и украшения для личного божества Гапала, не зная, что тот поклонялся Шилам. Гапал лишь вежливо отказал этому человеку. Эти события произошли в день явления Господа Нресим Хадева. Всю ночь Гапалбата думал о том, как замечательно было бы поклоняться Господу в его обычной форме и использовать все те прекрасные атрибуты, которые предлагал ему преданный. И у него родилась идея. «Мой Господь, когда ты пришел в образе Нресим Хадева, ты проявился из колонны. Так почему ты не можешь проявить свою форму из одного из этих священных камней? Будь милостив, сделай так». Проснувшись на следующее утро, он увидел, что его домодара Шалаграма Шила превратилась в божество – Радхи Романа. Гапалбата хотел поклоняться божеству, которое бы имело черты всех трех божеств – Мадана Мохана, Гапинатхи и Гавинды. Осмотрев чрезвычайно привлекательную форму своего нового божества, он заметил – У него стопы Мадана Мохана, лицо – Гавинды, а грудь – Гапинатхи. Можно заметить, что на алтаре нет Шримати Радхарани, хотя ее одеяния и атрибуты находятся справа от Кришны, если смотреть на алтарь. На самом деле она там присутствует, но нужны трансцендентные глаза, чтобы увидеть ее. У Радхи Романа есть даже очень личностные черты, такие как маленькие зубы и ногти. Рядом с храмом Радхи Романа находится место, где домодара Шила превратилась в божество. Прямо за этим местом находится Самадхи Гапалабаты Госвами. В самом Самадхи пожилой преданный по имени Ганашьям Дас дотрагивается до головы каждого тростью Гапалабаты Госвами. Субтитры создавал DimaTorzok Мы проходим около 150 метров по дороге налево от Радхи Романа И попадаем в храм Радхи Гакулананды Основанный Шилой Вишванадха Чакраварти Такуром На нашей карте он под номером 6 На верхнем уровне алтаря слева от нас мы видим божество Господа Чайтани Которому поклонялся Наратамда Астакур Посередине находится Пратибху или замещающие божества Радхи Винода Которым поклонялся Лаканадга Свами Справа Радха Виджай Говинда Которым поклонялся Баладе Вовидья Бушина На нижнем уровне маленький Гакулананда И Гавардхана Шила Господа Чайтани Изначальный Радхи Винод сейчас в Джайпуре И мы вскоре отправимся туда, чтобы получить их даршин Гакулананда – это очень маленькое божество отдельно стоящего Кришны Конечно же, где бы он ни был, там также присутствует Шримати Радхарани Но для тех, у кого нет трансцендентного видения, она не проявлена Его лично установил Шила Вишванад Чакрывар Титакур И поклонялся ему в том же месте, где ему поклоняются и сейчас В городе Вриндаван Гавардхана Шила Господа Чайтани очень примечательно Господь прикладывал Шилу к своему сердцу, а иногда к своим глазам Он вдыхал ее аромат и клал себе на голову Она всегда была умыта слезами из его глаз Слева от основного храма находится сад Самадхи Где захоронены несколько очень значимых вачнавов Основное Самадхи принадлежит Лаканадхе Госвами Который вместе с Бугарбой Госвами первым отправился во Вриндаван Выполняя наказ Господа Чайтани возрождать святые места Здесь мы видим Самадхи Шила Наратамы Даса Такура Великого поэта Гауди Вашнавизма и единственного ученика Лаканадхи Он обратился к Лаканадхе с просьбой о посвящении, но получил отказ После чего он тайком служил ему в течение года Убирая и вычищая его отхожее место В конце концов Лаканадх согласился принять его Рядом с Самадхи Наратамы находится Самадхи Ганганарая на Чакраварти Главного из учеников Наратамы В углу слева от Самадхи Шила Наратамы Даса Такура Находится Самадхи Шила Вишванадхи Чакраварти Такура Сейчас мы возвращаемся в Джейпур Чтобы получить даршин изначального Радхи Винода Которому лично поклонялся Лаканадхи Гасвами В Бхакти-Ратнакаре описывается, что когда Лаканадх был в Умарау Господь Чайтаня предстал перед ним, как деревенский мальчик, в руках у которого было божество Кришны Он вложил божество в руки Лаканадхи и тут же исчез Божество обратилось к Лаканадхи Я находился здесь, в этой деревне Умарау Я знал, что ты не удовлетворен И поэтому я пришел к тебе Теперь, пожалуйста, накорми меня Лаканадхи был ошеломлен Он застыл из изумления, а слезы ручьями потекли из его глаз Он приготовил пищу и предложил ее Кришне Божество он назвал Рада Венод Приспособив небольшую сумку под храм для Радхи Венода Лаканадха повсюду носил его с собой И сумка постоянно источала трансцендентный свет Когда Лаканадха куда-нибудь шел Он рукой массировал в сумке тело божества Повторяя при этом Джапо Последний из основных семи храмов Которые мы с вами посетим Это храм Радхи Шьямасундары Основанный Шьяманантой пандитом На нашей карте он под номером 7 И находится менее чем в 50 метрах от лой базара По левую сторону от дороги, ведущей к храму Радхи Дамодары Главными здесь являются эти маленькие божества Известные как Ла-Ла-Лали Или маленький мальчик и маленькая девочка Они расположены слева от больших божеств Божество Кришны Шьямананди пандиту Дала сама Шимати Радхарани Божества большого размера были установлены позже Шилой Баладевой в виде обушины На стенах расположены несколько картин Рассказывающих о жизни и деяниях Шьямананды Он был посвященным учеником Хридай Чайтани Близкого спутника Господа Чайтани Хридай Чайтани отправил Шьямананду во Вриндаван Чтобы тот обучился всем тонкостям философии гаудио-вашнавизма Сначала он отправился на Радхакунду Где предложил свои поклоны Шиле Рагунатхи Даси Госвами И Шиле Кришна Дасу Кавираджи Госвами Затем он отправился в город Вриндаван Повстречал Шилу Дживу Госвами И стал учеником в его школе К тому времени там уже обучались Шриневаса Чария и Наратамда Астакур Вскоре эти трое преданных крепко подружились Однажды во время уборки рощ вокруг Севакунджи Шьямананда обнаружил необычайно роскошный ножной браслет И стал размышлять Кто бы мог оставить здесь такое ценное украшение К нему подошла женщина Которая на самом деле была Лолитой Близкой подругой Шримати Радхарани И сказала, что ее невестка потеряла здесь ножной браслет И послала ее отыскать его На что Шьямананда ответил Я без сомнения позабочусь, чтобы браслет вернулся к твоей невестке Но вернуть его я хочу лично После этого Лолита окунула Шьямананду в Лолитакунду в Севакунджи И он вышел в образе Гопи, как Канакаманджари Лолита отвела Канаку к Шримати Радхарани И там она смогла поместить браслет на лодыжку Шримати Радхарани Однако пока она надевала браслет Шримати Радхарани взяла его И приложила к олбу Канаке Оставив на нем глубокий след После этого Радхарани отдала Канаке Маленькое божество Кришны Маленькое божество Кришны Итак, мы пришли в храм Кришны Баларамы Международного общества сознания Кришны Враман-Рети, что на западной стороне города Вриндаун На нашей карте он обозначен цифрой 8 Это один из наиболее популярных храмов во Вриндауне Который ежедневно посещают тысячи людей Храм был открыт в день Раманавами в 1975 году Ачарей Основателем Искон Его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой У главного входа находится Самадхи Шилы Прабхупады Он ушел из этого мира в ноябре 1977 года Здесь, в храме Кришны Баларамы Его трансцендентное тело захоронено в этом месте Давайте отправимся туда и получим его даршин Прабхупада пришел в этот мир в Калькутте Сразу на следующий день после Кришна Джанмаштами В 1896 году Своего духовного учителя Шилу Бхакти Сидханту Сарасвати Такура он повстречал в 1922 году На их первой встрече Шила Бхакти Сидханта Наставлял его Ты образованный юноша Почему бы тебе не проповедовать миссию Господа Чайтани Махапрабу по всему миру Шила Прабхупада принял это наставление близко к сердцу Но лишь спустя много лет В 1965 году он смог его исполнить Он отправился в Америку на корабле И основал свое международное общество Сознания Кришны в Нью-Йорке Шила Прабхупада обогнул земной шар 14 раз Дал посвящение 5000 учеников И в наши дни Харе Кришна Известна практически в каждом городе мира Сейчас мы входим в главный храм Чтобы получить даршин божеств Все нетерпеливо ожидают открытия алтаря По центру, на главном алтаре Мы видим Господа Кришну И его старшего брата, Господа Балараму На алтаре справа находится Радхашема Сундара Воплощение духовной сладости На алтаре слева Гоур-Нитай, Господь Чайтани Махапрабу И Господь Нитянанда Самые недавние воплощения Кришны и Баларамы Пришедшие в этот мир немногим более 500 лет назад Чтобы установить юга Дхарму Или рекомендованную религиозную деятельность В эту эпоху Поспевание святых имен Шрила Прабхупада Также находится здесь В главной алтарной комнате Чтобы получать даршин божеств А сейчас мы отправляемся в дом Шрила Прабхупады Который находится позади храма Именно здесь Шрила Прабхупада Останавливался, когда приезжал во Вриндаван Здесь он принимал гостей Переводил книги И составлял свои комментарии Бхакти-Виданты Сейчас в этом доме расположен музей в его честь Несколько витрин позволяют нам познакомиться с его личными вещами Здесь некоторые из тех книг Которые были у него до поездки на Запад Это его личная физгармония Это его диктофон И другие предметы, которые он использовал во время перевода Вот некоторые из его лекарств Сейчас мы посетим Гашалу Искон Которая находится справа на нашей карте Это примерно в километре от храма Кришна Баларамы И здесь мирно обитает множество коров, телят, валов и быков Здесь получают все необходимое молоко для храмовых божеств А также тут хороший сад Туласи Благодаря которому у божеств всегда есть в достатке ее листьев Есть известная молитва Я выражаю свое почтение Высшей абсолютной истине Господу Кришне Которому поклоняются все браманы Благожелателю коров и браманов Вечному благодетелю всего мира Я снова и снова выражаю свое почтение личности Бога Которого называют Кришной и Говиндой Иногда Шрила Прабхупада говорил Что из браманов и коров Господь Кришна больше благоволит коровам А следовательно Без защиты коров Невозможно получить милость Господа Субтитры создавал DimaTorzok Дерево Кришна Баларамы находится на парикранной дороге И отмечено цифрой 9 на нашей карте Изначально это были два дерева Переплетенные друг с другом Черное дерево олицетворяло Кришну А белое – Балараму Но, к сожалению, несколько лет назад Белое дерево погибло На диалекте Бришбаси Черное дерево известно как Чокра А на санскрите – Самиврикша Его древесина Его древесина обладает мистическим свойством извлекать огонь, если потереть его кусочки друг от друга Поэтому его традиционно использовали в огненных жертвоприношениях Бобы этого дерева сладкие и съедобные Иногда их называют Шоколадом Браджа Белое дерево – Пипау Также известно как священное дерево Баньян А на санскрите его называют Ашват Храм Иггат в Варахе Обозначены цифрами 10 и 12 на нашей карте Они находятся в отдалении от Емуны Под 11 номером Ашшем Гаутамы Риши Можно задаться вопросом Почему это место, так далеко расположенное от Емуны Называется Гатам Или местом купания Но 50 лет назад Пока не построили плотину выше по течению Здесь протекала Емуна В этом месте В одной из своих игр с Гопи Господь Кришна проявил форму Варахи Воплощение вепря Который убил демона Хираньякшу Брата Хирани Кашипу В храме по центру Находятся Сита, Рама, Лакшман и Хануман А справа Очень красивое божество Господа Варахи Держащего планету Земля Держащего планета Хираньякшу Мохан-Тер-Гат Находится под номером 13 на нашей карте Когда в этом месте Господь Кришна исполнял танец раса с Гопи Купидон попытался побеспокоить Господа И выпустил в него свои стрелы Но каждый раз, стараясь прицелиться Купидон замечал, насколько красив Кришна Пока, наконец, его не переполнили эмоции И он не рухнул на землю, опустив знаменитый лук из стрелы Именно благодаря этой игре Кришна известен как Мадана Мохан Тот, кто привлекает Купидона Мы продвигаемся на восток Пока не приходим к Калия-Гату Где произошла известная игра Покорение Кришной Змея Калии На нашей карте это номер 14 Тогда Емуна протекала рядом с этим гатом Здесь было озеро, в котором жил Калия Из-за его яда озеро стало очень ядовитым Это же дерево Кадамба росло здесь и в те времена Кришна забрался на его ветку Затянул пояс, как это делают борцы перед боем Похлопал себя по плечам Издав смешной хлюпающий звук И прыгнул в воды Емуны Когда Кришна прыгнул в реку Образовалась цунами Которая прокатилась по реке И волна ударила прямо в голову Калии Который был примерно в километре отсюда Когда Калия услышал всплеск от прыжка Кришны в воду Он удивился Что за негодяй прыгнул в мою реку Они встретились на середине озера И тут же Калия поймал Господа в свои кольца Кришна оставался там в течение нескольких часов И казалось, он не в состоянии был победить его Все в Раджавасе собрались на берегу И были вне себя, увидев Кришну в объятиях демона Но затем Господь высвободился И стал танцевать на клобуках Калии Пока тут не предался ему Неподалеку от дерева Стоит этот небольшой храм Где мы видим, как Господь Кришна Счастливо танцует на клобуках Калии После того, как демон сдался ему Кришна принял его своим преданным Но из-за ужасных оскорблений Емона и преданных Господь навечно изгнал его из Вриндавана Это показывает нам Что мы никогда не должны оскорблять преданных Непосредственно за Калия-гатом находится самадхи великого преданного Прабадананды Сарасвати Который приходился дядей Шили Гапалу Баки Гасвами Из шести Гасвами На нашей карте это номер 15 Он написал Шри Вриндавана Махимамриту Длинное и прекрасное прославление в Раджа Подробно описывающая ценность жизни там В этой книге он говорит «Я недостаточно силен, чтобы отправиться на далекий берег Великого океана славы Вриндавана Кто сможет отправиться туда? Но, так как я люблю Вриндаван Я сейчас же погружусь в этот океан Я молюсь о том, чтобы эта попытка стала успешной И принесла благоприятный результат День и ночь я прославляю Вриндаван Наполненный чудом игр Шри Ширадхи и Кришны Чудом величайшей сладости Истинным нектаром Господа Хари Сладчайшей и самой великолепной благодатью И потоком добродетелей Недоступной даже Ананташеше, Шиве и многим другим Теперь мы направляемся через весь город Вриндаван От калия гата через фогол ашем к даванала кунде Которая также связана с игрой со змеем калией На нашей карте это номер 16 Иногда здесь есть вода Но часто кунда сухая, как сегодня Слово даванала означает «госящий огонь» После того, как Господь Кришна победил змея калию Он и Бриджабаси поздним вечером пришли сюда, чтобы отдохнуть А не отправляться в тот же день обратно домой Некоторые из них чувствовали себя изможденными после стольких эмоциональных потрясений А другие проявляли так много экстатических переживаний Таких как слезы, дрожь в теле, обморок Что им казалось, что они могут потерять контроль над собой Во время путешествия обратно домой Посреди ночи, когда все спали Начался огромный лесной пожар И окружил лагерь Все закричали «Кришна, помоги! Спаси наши жизни!» Когда Бриджабаси так обратились к Кришне Он повернулся ко всем спиной И проглотил лесной пожар так, как будто это был напиток Поэтому это место известно как Даванаала Кунда Вишрама Кунда Означает Кунда, где они отдыхали Она находится на внутренней территории Старого Ашама Что по дороге от Фогала Ашама к Даванала Кунде На нашей карте это номер 17 После того, как Кришна проглотил лесной пожар Все были слишком возбуждены И не могли спать Поэтому решили отправиться домой Однако пройдя небольшое расстояние от Даванала Кунды Они поняли, что все-таки очень устали И решили снова остановиться на отдых У близлежащей Кунды Субтитры создавал DimaTorzok Джайпурский храм – это очень величественное здание, построенное в 1917 году царем Джайпура Савай Мадов Сингом, который также построил Джайпурский храм на Варшане. Он расположен напротив Даванала Кунды и на нашей карте это 18 номер. Это большой храм с прекрасными украшениями из камней мрамора. На главном алтаре мы видим Раду Мадову и Аштасаки. На следующем алтаре Хамсагапал – воплощение Господа в форме лебедя. Если посмотреть на алтарь, то слева от Господа стоят четверо кумаров, а черное божество справа – это Нимбар Качари. На третьем алтаре – Радга Ананда Бихари. Если пересечь главную дорогу напротив Джайпурского храма и пройти вперед по противоположной стороне, мы попадем в Тарас-Мандир, получивший такое название из-за своей связи с индийским штатом Тарар. Это номер 19 на нашей карте. Это удивительный храм, с которым связана необычная история. В конце 19 века правитель этого штата пришел во Вриндаван помолиться Господу о рождении ребенка. Он обратился к божеству, известному как Рада Мадова. «Пожалуйста, приди в мое царство и пролей свою милость». Божество отправилось с ним в Тарар, но без Шримати Радхарани. Спустя некоторое время у царя с царицей родилась дочь, которую назвали Винодини. В конце этой длинной истории мы узнаем, что Винодини была никем иным, как самой Шримати Радхарани. И впоследствии она заняла место на алтаре рядом с Господом. Отец царя был заядлым курильщиком кальяна, и он ввел эту очень необычную практику ежедневного предложения трубке Кришни. И по сей день Пуджари в этом храме каждый день предлагают Кришне трубку. Сейчас мы опять возвращаемся к Калия-Гату, неподалеку от которого расположен старый храм Калия-Мардана, связанный с игрой Кришны, где Он покорил демона-змея. Он находится с северной стороны Парикранной дороги и обозначен номером 20 на нашей карте. Это тихое место, и немногие его посещают. Мы сворачиваем с дороги и проходим через несколько ворот по пути наверх. В этом храме прекрасные божества Шимати Радарани и Господа Кришны, танцующих на клобуках Калии. Рада и Кришна снизу, а над ними две головы змея. Считается, что это одно из изначальных божеств Вриндавана 5000-летней давности. Гапал-Гат, Праскандана-Гат и Сурья-Гат. Эти места занимают часть пространства между Калия-Гатом и старым храмом Мадана-Мохана, а также огибают Мадана-Мохана с южной стороны. На нашей карте это номера 21, 22 и 23. После победы Господа Кришны над змеем Калией, его отца Нанду-Махараджу так переполняли чувство любви, что он пожертвовал множество коров возле Гапал-Гата. Праскандана-Гат расположен у подножья холма с западной стороны от Мадана-Мохана, как раз под два дошадития тилой. Говорится, что когда Кришну согревали 12 форм солнца, ему стало жарко и он начал потеть, а его пот палился вниз по холму и образовал небольшое озеро прямо у подножья. Мы спускаемся по холму от храма Мадана-Мохана и поворачиваем направо на Т-образном перекрестке. Напротив нас Адвайта-Ватт, место Адвайта-Ачарии во Вриндаване. На нашей карте оно под номером 24. Адвайта-Ачария проводил здесь время, сидя под баньяновым деревом или деревом в ад. Говорится, что однажды утром к нему пришли местные девушки и рассказали про божество, которое находилось неподалеку. Следуя их указаниям, он смог отыскать Мадана-Мохана, или как его тогда называли, Мадана-Гапала. Он поклонялся ему какое-то время, а перед своим уходом из Вриндавана он передал божество Браману из Матхуры по фамилии Чоби, от кого впоследствии и получил божество Шрила-Санатана Гасвами. Покидая Адвайта-Ватт, мы поворачиваем налево и проходим чуть-чуть вверх по дороге. Затем поворачиваем на первом перекрестке направо и оказываемся напротив входа в новый храм Аштасаки. На нашей карте это номер 25. Раньше храм представлял собой небольшое строение на вершине холма по соседству с Два Дошадите Тилой. Его построил правитель Бенгалии приблизительно в конце 19 века. Однако новые владельцы, преданные из Бомбея, перестроили его в большое роскошное двуэтажное здание со всеми удобствами и новыми божествами. Банки Бихари — это божество Кришны, стоящего в одиночестве. Свами Харидас, современник Шести Гасвами, нашел его в Недуване, что на восточной стороне города Вриндаван. Храм обозначен номером 26 на нашей карте. Харидас держал Банки Бихари в своей хижине и время от времени выходил за Мадукари или подаянием. Банки Бихари очень переживал, когда Харидас его оставлял, и иногда выбегал из хижины, пытаясь найти его. Из-за этого Харидасу приходилось проводить практически все свое время в хижине. В наши дни Пуджари опасаются, что Банки Бихари может улучить момент и вновь отправиться на поиски Харидаса. Поэтому они не открывают занавес более чем на минуту или около того. Чтобы попасть в храм Рады Валабхи, нужно повернуть направо от Банки Бихари и через 100 метров повернуть налево на Т-образном перекрестке. Таким образом, вход в храм окажется по правую руку. На нашей карте это номер 27. Рада Валабха – это еще одно популярное божество во Вриндаване, которому изначально поклонялся Хид Харивамша. В традиции гаудия-вачнавов его считают учеником Гапалабаты Госвами. Однако сам он утверждал, что получил посвящение от самой Шримати Радхарани. Он основал свою самбрадаю, известную как традиция Радхи Валабхи, в которой преданность Шримати Радхарани превозносится над служением Кришне. Божество Рада Валабхи очень красиво. Это Кришна, стоящий в одиночестве. Шримати Радхарани не проявлено нашему взору, но ее одежда и атрибуты оставлены для нее рядом с Кришной. Чтобы попасть к храму Нарисим Хадевы, нужно от Рада Валабхи вернуться на перекресток и повернуть налево. Затем повернуть на первом большом перекрестке налево и пройти около 100 метров. Храм будет по левую руку, и он обозначен номером 28 на нашей карте. Это самое большое божество Господа Нарисим Хадевы в городе Вриндаун. Оно сделано из дерева, и если смотреть на алтарь, то справа от Господа будет Лакшми Деви, а слева – Прохлада Махарадж. Лакшми Деви Храм связан с Рагунатхой Батой Госвами, одним из шести Госвами Вриндавана. Считается, что божества были установлены Гададхой Батой Госвами, одним из основных учеников Рагунатхи Баты. На нашей карте это номер 29. Божеств зовут Рада Мадана Мохан, им очень хорошо поклоняются. На другой стороне храмового двора, напротив божеств, находится Шримад Багаватам Рагунатхи Баты Госвами. Для публичного даршина его открывают только раз в год, на день ухода Рагунатхи Баты, что за несколько дней до начала месяца Картика. Эти древние Гаты более не проявлены нашему взору, но их месторасположение обозначено на нашей карте номерами 30, 31 и 32. Рагунатхи Баты. Им летало, означает тамариндовое дерево, и связано как с Господом Кришной, так и с Господом Чайтани. Это номер 33 на нашей карте. «Пять тысяч лет назад, во время танца раса, Кришна сидел здесь, чувствуя разлуку со Шримати Радхарани во время танца раса. «Радхи, Радхи, Радхи!» – произнес он. По мере того, как он больше и больше погружался в воспоминания о ней и звал ее, цвет его кожи постепенно приобретал золотистый цвет, как и у нее, и он начинал испытывать те же эмоции, что и она. Изначальное дерево недавно покинуло этот мир, но перед этим преданные взяли его ветку и посадили ее у основания старого дерева. Новое дерево сейчас буйно растет, в то время как тело старого дерева все еще стоит на том же месте. 500 лет назад господь Чайтаня регулярно приходил сюда и садился под это самое дерево. В настроении Шримати Радхарани, чувствуя великую разлуку с Кришной, он начинал повторять «Харея Кришна». По мере того, как он воспевал, золотой цвет его тела темнел, пока не становился таким же темным, как у господа Шьямы. Севакунжа и Кишорикунжа по существу являются одной рощей, но между ними позднее была построена стена. Это сады слева от центра нашей карты, обозначенные номером 34. Вход в Севакунжу на восточной стороне, около Имлиталы. Считается, что это самый центр того места, где проходил танец раса, согласно описанию в 10-й песне Шримадбхагаватам. Здесь Господь Кришна выполнял личное служение Шримати Радхарани, растирая и украшая ее лотосные стопы, когда она устала во время танца раса. В глубине Севакунжи находится небольшой храм – Ранга-Махал, где произошла эта игра. На алтаре там красивая картина, изображающая, как Кришна растирает правое колено Шримати Радхарани. Вход в Кишори Кунжу – слой базара, около почтового отделения и магазина Хера-Джуэллэрс. Она намного меньше Севакунжи, ее посещают очень нечасто. Это хорошее место для воспевания Хари Кришна и пометования игр Божественной Читы. Выйдя из Севакунжи, нужно повернуть направо и пройти всего несколько метров, и вы попадете в храм Шримати Пурнамаси Деви. Она – йога-майя в играх Радхарани и Господа Кришны. Ее храм под номером 35 на нашей карте. Находясь у границы Севакунжи, она занимает идеальное положение, чтобы помогать Радхе и Кришне во время их игр в танцы раса. Благодаря ее усилиям в их играх происходят различные события. Она устраивает все так, что в нужный момент появляются различные герои, и происходят всевозможные события. Все это делается лишь для того, чтобы усилить экстаз Лил. По соседству расположен храм Ситанадхи Адвайта Ачарии и его жены Ситы Деви. Это божества большего размера справа на алтаре. Рядом с перекрестком дорог, ведущих к Бангебихари-базару и Лой-базару, находится храм божеств Гаур-Нитай Мурари-Гупты, одного из ближайших спутников Господа Чайтани в Новодвипе. На нашей карте это номер 36, расположенный сразу под Сева-Кунджей. Говорится, что Мурари-Гупта изготовил божества Гаур-Нитай собственноручно из дерева Ним и поклонялся много лет в Шридхаме Маяпуре. Он был воплощением Ханумана и естественным образом питал глубокие чувства к Господу Раме, о чем подробно рассказывается в одной из глав Чайтани Бхагаваты, описывающей Магапракаша Лилу. Его божества Гаур-Нитай отражали его связь с Господом Рамой и потому их руки сложены в мудрые Рамы и Лакшмана, держащих луки и стрелы. Эти божества были привезены во Вриндаван женщиной по имени Чандрашаши Мукападьяя около сотни лет назад. Чандрашаши стала известна как Пишима или Тетушка благодаря своим очень близким отношениям со Шридши Гор-Нитай. Она продолжала поклоняться им как маленьким детям, пока ей не исполнилось сто лет. На перекрестке дороги Клой-Базару, недалеко от божеств Мурари-Гупты, расположен храм Банканди Махадева, знаменитого Шива Лингама Вриндауна. Это номер 37 на нашей карте. Банканди означает тот, кто живет в лесу. Говорят, что Шрила Санатана Гасвами, живя в городе Вриндауна на два Дашадития Тили, ежедневно ходил оттуда в храм Гапишвары Шивы, расположенном в нескольких километрах. В пожилом возрасте это стало очень тяжело для Санатаны. И однажды ночью Гапишвар явился ему во сне и сказал, тебе не нужно ходить каждый день так далеко. Теперь я проявил себя ближе к тебе в виде Банканди Махадева. С этого времени Санатана получал Даршин в этом месте. Чтобы увидеть Банканди Махадева, нужно войти в храм и повернуть направо. Ближе к входу вы увидите несколько Шива-лингамов. Как и многие гаты в городе Вриндаван, Андхера-гат больше не проявлен для внешнего видения, но это место красивой игры Шимати Радхарани и Кришны. Он переводится как «Гат слепого человека». Это номер 38 на нашей карте. Однажды Радхарани и Гопи пришли сюда и стали играть с Кришной в прятки. Первая Гопи закрыла глаза, пока Кришна, Шимати Радхарани и другие прятались в лесу. А затем Гопи искала их среди деревьев. Ей удалось сделать это довольно быстро. В конце концов, Радхарани закрыла глаза Кришне, и он стал искать Гопи, но не смог их найти. И в итоге они вышли из своих убежищ, очень весело смеясь. Этот храм расположен на дороге, идущей от Лой-базара, мимо храма Радхи Шимасундары, по направлению к храму Радхи Дамодары. Он находится справа, как раз перед входом в храм Радхи Шимасундары, и это номер 39 на нашей карте. На главном алтаре красивые божества Ситы, Рамы, Лакшмана и Ханумана, которым здесь очень красиво поклоняются. Но храм назван не в честь Ситы, Рамы, Лакшмана и Ханумана, а в честь очень больших шалограмма шилл, которые сидят прямо у стоп Ситы и Рамы. Они должны быть одни из крупнейших шилл в мире. Ранее мы были в храме Радхи Шимасундары и рассказывали историю о том, как Радхарани приложила ножной браслет к лбу Шимананды и дала ему божество Кришны. Место, где это произошло, находится вниз по улице от храма Шиллограмма. Это номер 40 на нашей карте. Когда Радхарани приложила ножной браслет к лбу Шимананды, на его лбу остался несмываемый отпечаток, который стали воспринимать как тиллоку. Здесь, между раковиной и чакрой, мы видим форму тиллоки, которая сегодня все еще используется членами его традиции. А рядом с тиллокастханой находится самадхи Шимананды, где захоронено его трансцендентное тело. Этот храм расположен примерно в 150 метрах дальше по дороге от храма Радхи Дамодары, и там служат преданные, которые, как говорят, являются потомками Господа Нитьянанды. Это номер 41 на нашей карте. Мы поднимаемся на площадку перед главным алтарем, и там мы получаем Даршан Гор Нитай и Радхи Кришны. Под ними стоят необычного вида божества Джаганадхи. Справа от нас находятся очень старые божества Лакшми Нарайны. Справа, позади главного алтаря, преданные хранят стяг, который по преданию лично использовал Господь Нитьянанды, когда выходил на Харинаму. Господь ходил по Вриндауну, наслаждаясь нектаром святых имен в обществе местных преданных. Справа есть строение, в котором расположена картина, описывающая известную игру Радхи и Кришны. Радхарани втайне украшала себя перед встречей с Господом, но Кришна подкрался к ней сзади и стал украшать ей волосы. Она думала, что это одна из ее служанок, но, посмотрев в зеркало, она увидела, что это был ее возлюбленный Шьям. В честь этой игры это место называется Шрингар-Ват, или дерево баньян, под которым украшали волосы. Во дворе находится пень от старого дерева баньян и новое дерево, растущее за ним. Когда Господь Нитянанда посетил Вриндаун, он остановился здесь, под старым деревом, и, следовательно, это место также известно, как Нитянанда-Ват. Прежде чем старое дерево умерло, преданные взяли веточку и посадили ее здесь. Сейчас она выросла в большое дерево. Совсем рядом со Шрингар-Ватом находится Джару-Мандала, где растет старое дерево, указывающее на место, где Господь Кришна оставил Шримати Радхарани во время танца раса. Это номер 42 на нашей карте. Говорят, что много лет назад здесь жила пожилая женщина, которая ежедневно подметала эту область метлой или джару. Также она маловала зерно, используя каменные жернова. Однажды Кришна явился и поставил ногу на жернов, чтобы остановить его, так как шум мешал преданным, которые приходили сюда, чтобы рассказывать об играх Кришны. Даже сегодня мы все еще можем видеть отпечаток стопы Господа на нем. Храм Мирабаи расположен на дороге, идущей направо, примерно в 100 метрах от храма Радхи Дамодары. Если идти по этой дороге, справа у ее окончания вы найдете этот храм. Это номер 43 на нашей карте. Мирабаи – известная святая Индии, и некоторое время она провела во Вриндаване. Она родилась принцессой в 1500 году в штате Раджастан, и когда ей было три года, она получила божество Кришны. Повзрослев, она настолько привязалась к нему, что решила сделать его на всю жизнь своим другом, возлюбленным и мужем. На алтаре мы видим божество Радхи Кришны, а слева – с караталами Мирабаи. Дружелюбный местный Пуджарий объяснил нам, что однажды злой свекор Мирабаи подложил кобру в корзину с цветами, которые она собиралась использовать в служении Господу. Но когда она протянула руку и коснулась змеи, та превратилась в шелограмма шилу. Говорят, что это та самая шила. Храм Шаджи – это роскошный, богатый храм, который был построен ювелиром по имени Кунданлал из Лакнау с намерением, чтобы сюда переехал Радхараман. Это номер 44 на нашей карте. Мы входим с улицы через ворота и видим впечатляющий фасад храма. Среди прочего, по бокам от входа стоят 12 великолепных колонн, каждая из которых вырезана из цельного куска мрамора. Конечно, этот храм был бы пригоден для Радхарамана, но у того были другие планы, и он отказался переезжать. Тогда здесь были установлены другие божества, которые известны как Чота Радхараман или Маленькие Радхараман. Говинда-гат расположен у Емуны, сразу за Джару Мандалой. Это номер 45 на нашей карте. Говорят, что однажды, видя, что Кришна танцует с другими гопи, Шримати Радхарани стала ревновать и на некоторое время оставила танец раса. Господь Кришна пришел сюда и успокоил разгневанную Шримати Радхарани своими сладкими речами. Поэтому это место называется Говинда-гат, или место, где Господь удовлетворил свою возлюбленную. Здесь мы находим старый храм Кришны Баларамы. Мы обходим здание вокруг и входим, чтобы получить их даршан. На алтаре мы находим божества Нанды Махараджи и имамы Ешоды позади, а перед ними красивые божества Кришны и Баларамы. Господь Кришна счастливо играет на флейте, а Господь Баларама пахтает йогурт, чтобы сделать из него масло. Пройдя вдоль северной стороны Нидувана, вы придете к храму Шатбуджа Гауранги, или Шатбуджа Махапрабу. Этому божеству поклонялся Шила Джаганнат Дас Бабаджи, великий ачаря в нашей Сампродае. Это номер 46 на нашей карте. Шатбуджа Махапрабу. Это Господь Чайтанья, проявляющий признаки Господа Кришны и Господа Рамачандры. Поэтому здесь, на алтаре, мы видим, что у божества Господа Чайтанья две его руки, держащие Санья Саданду и Камандалу или кувшин для воды, две руки Кришны, держащие флейту, а также две руки Господа Рамачандры, держащие лук и стрелы. Храм Радхи Гакулананды, мы приходим к храму Вамши Гапала, расположенному на углу улицы. Шила Прабхупада жил здесь с 1956 по 1962 год, прежде чем переехал в Радхадамодар. Это номер 47 на нашей карте. Это частное здание, и комнаты, в которых жил Шила Прабхупада, уже давно сданы в аренду другим арендаторам. Так что мы не можем войти и посмотреть, где он жил. Еще примерно в 50 метрах вниз по дороге расположена Гададхара Дант Самадхи или Самадхи Зуба Ши Гададхары Пандита из Панчататвы. После того, как он покинул этот мир, один из учеников принес его зуб и захоронил в этом месте справа от главного входа. Когда император Акбар посетил Вриндаван в 1570 году, он дал разрешение на строительство четырех храмов Мадана Мохана, Гавиндаджи, Гапи Натхи и Югалы Кишора. Храм Югалы Кишора был открыт в 1627 году. Это номер 48 на нашей карте. Когда мусульманский деспот Орангзеп напал на Вриндаун в 1670 году, храм был поврежден. С тех пор здесь не ведется поклонение. И храм все время остается закрытым. В Шримад Бхагаватам описывается, что однажды Господь Кришна украл одежду Гопи и повесил ее на верхней ветке ближайшего дерева Кадамба. На самом деле, эта игра проходила в нескольких километрах к северу отсюда, но некоторые полагают, что эта лила проходила именно здесь. Это номер 49 на нашей карте. В память об этой игре преданные вешают ткани на ветке этого дерева Кадамба. Здесь также находится божество Господа Кришны, зовущего Гопи получить свою одежду. Ранее это был красивый сад, где встречались Шримати Радхарани и Кришна. Арамели или Брамары становились безумными от аромата тела Господа. Это номер 50 на нашей карте в середине между Чиргатом и Кешигатом. Емуна протекает мимо Кешигата. Именно здесь Господь Кришна убил демона Кеши, который пришел в форме гигантской дикой лошади и терроризировал жителей Вриндауна. Это номер 51 на нашей карте. Преданные приходят сюда каждый день, чтобы совершать различные церемонии и религиозные обряды. Когда Кришна сражался с демоном, Кеши бросился на него и попытался растоптать его. Но Господь схватил его за ноги и остановил его. Затем он отбросил Кеши на сотню метров, как Гаруда бросает змею. Кеши потерял сознание, но потом пришел в себя. Затем он снова напал на Кришну, широко раскрыв свою пасть. Кришна засунул свою левую руку в пасть демону, которая ощущалась им, как горячий железный пруд. Рука Кришны увеличивалась в размерах в пасти демона, и Кеши стал задыхаться. Он начал потеть и бить копытами. Его глаза вышли из орбит, и он испустил стул и мочу одновременно. Когда он был мертв, его пасть раскрылась, и Кришна легко смог вытащить руку. Здесь собирается группа преданных искон, чтобы совершить последние обряды для родственников и друзей, ушедших из жизни. Кришна, Кришна, Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это место под номером 52 на нашей карте Нидхуван означает место любовных игр Он намного больше, чем Сева Кунжа И здесь расположены несколько святых мест Небольшое здание вдали с белой крышей Это ранга Махал Где Радха и Кришна иногда отдыхают, устав после танца С другой стороны, Самадхи Свами Харидаса, который поклонялся Банке Бихари Здесь, в Недуване, он прожил много лет Рядом с ранга Махалом расположено место, где Харидас нашел Банке Бихари Мы идем в ранга Махал Преданные подготовили удобную кровать и все виды атрибутов и других принадлежностей, чтобы Божественная Чета могла их использовать в своих трансцендентных играх Рядом с Самадхи Харидаса находится небольшое святилище, посвященное игре, в которой Шримати Радарани украла флейту Господа Кришны Кришна горевал, громко плакал и жаловался на кражу Но затем Шримати Радарани вернула ему флейту Храм Шриджи является одним из главных храмов Нимбарка Сампрадая во Вриндаване Это большое просторное здание с дружелюбным пуджари И расположено оно примерно в сотне метрах справа от конца Лойбазара Это номер 53 на нашей карте На центральном алтаре находится Радха Ананда Манохар Как и во многих храмах Нимбарка Сампрадая, здесь есть алтарь с Хамсагапалом Воплощением Господа в образе лебедя Слева по отношению к нам четверо кумаров А справа темное божество Нимбарка Ачарии На третьем алтаре Радха Вриндаван Чандра Когда вы выходите из храма Гапинадхи и проходите прямо вперед около 250 метров Вы оказываетесь у храма Сона Гауранги Этим Гауранги в течение нескольких лет поклонялся Шила Джаганат Дас Бабаджи Этот храм под номером 54 на нашей карте Сона Гауранга означает золотой Гауранга Когда Джаганат Дас жил на Сурья Кунде Он попросил своего ученика Бихари Даса установить божеств И были изготовлены эти красивые латунные божества Гаурни Тай Они сияли как золото И по мере того, как весть об их красоте распространялась по всей округе Какие-то бандиты решили их украсть и продать Думая, что они на самом деле были сделаны из золота Однажды ночью они ворвались в храм и попытались вынести божества Но не сумев поднять их, убежали На следующее утро Джаганат Дас узнал, что произошло И стал очень переживать А затем попросил Бихари пожертвовать их семье Гасвами в городе Вриндаван Сегодня им до сих пор поклоняется та же семья Амия Нимаи Это очень большое божество Господа Чайтании Он расположен примерно в 100 метрах далее от храма Сона Гауранги На пути к Гавиндаджи Его храм под номером 55 на нашей карте Сначала, много лет назад, ему поклонялись в Бенгалии И примерно в конце 19 века Он перешел на попечение преданного из линии Гапала Баты Гасвами По имени Сарвабхаума Мадусудана Гасвами Члена одной из семей Гасвами храма Радхи Романа во Вриндаване Позже его перевезли из Бенгалии во Врадж И некоторое время поклонялись в комнате Ураса Мандалы Перед храмом Радхи Романа Но совсем недавно он был установлен здесь В своем собственном храме Всего в нескольких метрах от храма Амия Нимай На другой стороне улицы находится самадхи великого святого Билва Мангала Тхакура Который пришел во Вриндаван более тысячи лет назад Чтобы совершать баджин Это место под номером 56 на нашей карте Прежде чем Билва Мангала стал преданным У него были отношения с проституткой по имени Чентамани Однажды ночью он прошел через большие трудности Чтобы прийти к ней, преодолевая страшную бурю И когда он наконец пришел к ней, переплыв в реку И взобравшись на дерево Чентамани, увидев его, воскликнула Если бы ты прилагал такие же усилия в служении Кришне Какие ты совершил, чтобы прийти ко мне Ты бы уже был чистым преданным Надо понимать, что словами Чентамани говорил его гуру из прошлой жизни И когда Билва Мангал услышал их Это произвело на него такое впечатление Что он сразу же отправился в Шри Вриндавана Дхаму Гавинда Кунда Это крупнейшая кунда в городе Вриндаван Хотя в настоящее время она находится в запущенном состоянии Это номер 57 на нашей карте Шила Вишванадха Чакрывар Титакур говорит Далеко на юге от храма Гавинда Джи Находится Гавинда Кунда Озеро Господа Гавинды Супруга Богини Удачи Вокруг этого озера много рощ Наполненных жужжащими пчелами Это еще одно очень спокойное место в городе Вриндаван И здесь очень приятно повторять джапу Среди самадхи многих величайших святых из нашей линии Это место под номером 58 на карте Здесь мы находим нама самадхи Господа Чайтани Махапрабу Неподалеку от него находится нама самадхи Господа Нитянанды За ними десятки самадхи великих преданных Здесь есть тропинка, вдоль которой находится нама или пушпа самадхи всех шести Госвами И некоторых их ближайших соратников Храм Ранганадхи Самый большой храм во Вриндаване Это храм Шри Вайшнаов И в основном он выполнен в южно-индийском стиле Его настроение совершенно отличается от всех других храмов Враджа Он под номером 59 на нашей карте Над некоторыми входами установлены традиционные южно-индийские гапурамы Хотя главный вход, который находится недалеко от старого храма Гавиндаджи Выполнен в северо-индийском стиле Большинство людей заходят именно здесь И потому проходят вдоль внутренних стен храма Чтобы войти в алтарную До недавнего времени В этом храме действовали расовые правила Которые не позволяли не индусам входить в храм Но сейчас все изменилось И любой может зайти сюда Основное божество здесь Ранганадха В обществе своих внутренних энергий Шри и Бху Брама-кунда Это то место, где произошла игра В которой Господь Брама украл пастушков и телят Она была недавно отреставрирована И теперь очень красива Здесь вполне можно провести немного времени Спокойно повторяем мантру Она под номером 60 на нашей карте Подойдя к кунде Вы видите очень красивую экспозицию В центре находится кунда С прекрасным божеством Господа Брамы Совершающего тапасию И читающего ведические писания Сидя на лотосе Вдоль стены Божества Господа Чайтании И шести Госвами А также других великих святых Гаудья Вайшнаов Таких как Бугар Богосвами И Лаканадха Гасвами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Храм Лал-Бабу находится примерно в 150 метрах от Брама-Кунды. Это очень красивый храм, расположенный в красивом саду. Его посещают не очень много людей. Это номер 61 на нашей карте. Шрила Прабхупада упоминает Лал-Бабу в «Нектаре преданности». Он говорит, «Совсем недавно, около 200 лет назад или менее, один большой землевладелец из Калькутты, известный как Лал-Бабу, стал вайшнавом и жил во Вриндаване. Он также ходил от двери к двери, прося подаяния, в домах даже своих политических врагов. Когда просите милостыню, вам приходится терпеть оскорбления от тех, в чей дом вы пришли. Это естественно. Но нужно терпеть такие оскорбления ради Кришны. Преданный Кришны может принять любое положение в служении Господу. Храм Гапала – это очень большой храм, и расположен он на дороге, ведущей от храма Лал-Бабу к храму Гапишуары Махадева. Он значится под номером 62 на нашей карте. Внутри наружных стен расположено отдельное здание храма, в котором находятся красивые божества Шимати Радхарани и Господа Гапала. Храм Гапишуары Махадева – очень популярный храм Господа Шивы, находящегося в настроении преданного Кришны. Наряду с Гавардханом, Вринда-Деви, Емуной и пылью Вриндавана, он считается одним из самых милостивых божеств Враджа. Его храм номер 63 на нашей карте. Гапишуара является одним из изначальных божеств Вриндавана пяти тысячелетней давности. Это типичный Шива-лингам, и ему поклоняются в этой форме до позднего вечера, но затем каждый день его одевают как гопи. История такова. Господь Шива вместе с преданным по имени Ассури Муни хотели посмотреть на танец расы Господа Кришны, когда Господь присутствовал во Вриндаване. Они попытались приблизиться к расамандали, но гопи сказали им, «Вы не можете войти сюда. Кришна – единственный мужчина в танце расы. Уходите!» Пурномаси, который наблюдает за играми во Вриндаване, отвела их к Мано-Саровари и окунула в священные воды. К своему изумлению, они вышли в обликах гопи. Однако, когда они вернулись к арене танца раса, гопи все равно не позволяли им войти. Они спросили Господа Шиву, «Что эта змея делает у тебя на шее? А что насчет этих скорпионов? А как насчет пепла на твоем теле? Он выглядит как прах кремированных тел». Гопи Швара Шива не мог им ничего ответить. Тогда пришла Пурномаси и успокоила гопи. Она получила их согласие на то, чтобы Гопи Швара стал стражником на краю арены танца раса. Рядом с храмом Гопи Швары, на храмовой территории, расположено это строение, где Пурномаси находится как Анна Пурнадеви. Вамши Ват, баньяновое дерево, Ват, под которым Господь Кришна играл на флейте или Вамши, созывая гопи, чтобы они пришли танцевать с ним в ночь полнолуния сезона Шарат. Это место под номером 64 на карте. Мы проходим через двое ворот и оказываемся во дворе рядом с тем самым деревом. На самом деле, вскоре после того, как Господь Читания побывал здесь пять столетий назад, изначальное дерево было смыто наводнением, но преданные нашли его, взяли от него веточку и посадили в том же месте, где росло изначальное дерево. Сейчас это дерево приобрело уже внушительные размеры. Рядом с деревом находится небольшой алтарь с изображением танца раса. Гопи нянчили своих детей дома или готовили пищу для своих семей и делали другие домашние дела, когда услышали звуки флейты Господа. Они сразу же все побросали и побежали к Кришне. За деревом небольшой храм с этими красивыми божествами Радхи и Кришны. В одном углу мы находим Шилу Вьясадева, сидящего и повторяющего джапу, и Шукадеву Госвами, предлагающего ему Дандаваты. В следующем углу мы находим Асури Муни, повторяющего джапу. В середине одной из стен за всем наблюдает Господь Брама. Затем в другом углу Гапишвар Шива в Сари. В середине двора это небольшая инсталляция с обедающими пастушками незадолго до того, как их украл Господь Брама. Храм Радхи Радаканты Гапала Гуру Госвами находится примерно в 200 метрах от входа в храм Гапишвары Махадева. Это Ашрам, в котором живет несколько пожилых Бабаджи Гаудио-Вайшнавов. Он под номером 65 на нашей карте. Мы сворачиваем с улицы и входим в храмовое помещение и далее идем к божествам на Даршан. Основные божества Радха Радаканта это протибу формы изначальных божеств Гапала Гуру Госвами. Изначальные божества находятся в Джаганадхапури в Гамбире, где жил Господь Чайтанья. Есть известная история о том, как Гапал Гуру получил звание Гуру от Господа Чайтани. Господь Чайтанья шел в уборную, а пятилетний Гапал увидел, что тот пальцами держит язык. Гапал спросил его, «Мой Господь, почему ты держишь свой язык?» Господь Чайтанья ответил, «Гапал, я иду в уборную, а это очень грязное место. Святое имя Господа Кришна неотлично от Него, так что если я буду повторять Его в туалете, Он соприкоснется со всей этой грязью. Если бы я мог, я бы прекратил воспевать, но проблема в том, что я не могу остановиться, как ни стараюсь, и поэтому я держу язык, чтобы избежать этого оскорбления». Гапал ответил, «Пожалуйста, не переживай, Господь. Момент смерти – это самое нечистое время, но в шастрах говорится, что в момент смерти мы должны повторять святое имя на Господа. Поэтому не страшно, если ты будешь повторять святое имя в уборной». Господь Чайтанья был поражен и сказал, «Спасибо тебе большое, Гапал. Ты убедил меня. С сегодняшнего дня ты мой гуру». С того времени Гапал стал известен как Гапал-гуру. И позже, когда он принял Саньясу, он стал известен как Гапал-гуру-гасвами. Шринева Сачария наряду с Наратамой Дасом Такуром и Шьяманандой Пандитом был лидером следующего поколения Гаудио-Вайшнавов после Шилы Рупа-Гасвами. Его самадхи находятся здесь, в глубине двора с видом на алтарь. Оно под номером 66 на нашей карте. Мы проходим через вход во двор, а затем поворачиваем налево, чтобы получить даршин божеств. Здесь на алтаре много божеств, которые пришли из других храмов. Посередине под божествами Радхи Кришны Джулат Акур, божество Кришны, которому лично поклонялся Шриневас Ачария. Джулат Акур означает «Господь, который находится в мешочке». И Шриневас носил его в мешочке для четок и массировал его, повторяя джапу. На задней части двора находится несколько самадхи. Это самадхи Шриневас Ачарии, это самадхи его ученика Рамачандры Кавираджа, А в углу самадхи дочери Шриневаса Хималата Такурани, которая была великой в Айшнаве проповедницей. Область, окружающая храм Шрамарая и его земли, называется Дхирасамирагат, что означает место для купания с очень приятным, нежным бризом. Это номера 67 и 68 на нашей карте. Мы входим через главный вход, который расположен непосредственно слева у храма Гапалы Гуру. И перед нами открывается главная комната храма, в которой находится Радха Шемарай, личные божества Гауридаса Пандита, одного из очень близких спутников Господа Чайтани. Радха Шемарой, небольшие божества спереди, им очень хорошо поклоняются по сей день. Снаружи самадхи Гауридаса Пандита. Он жил в Амбикакалне рядом с Навадвипой в западной Бенгалии. Однажды Господь Чайтани отправился к Гауридасу, переправившись из Шантипура на лодке через Гангу. Он сказал Пандиту, «Я оставил Шантипур и на лодке отправился в деревню Харинади. Я пересек Гангу на лодке с веслами. Вот это весло, возьми его, я даю его тебе». С этим веслом человечество сможет пересечь океан материального мира. Зеркальный храм юга Лакишоры был основан в 15 веке Харирамой Вьясой из Мадья Прадеша. Он совершал аскезы у Кишори Кунды рядом с Севакунджей и обнаружил там божества. Это место под номером 69. Если вы выходите из задних ворот храма Ранганадхи, поверните налево и этот храм будет примерно в 50 метрах. Заходите внутрь со стороны улицы, поворачивайте направо и получайте даршин главных божеств. Они очень красивые и им очень хорошо поклоняются Ладли Гасвами, которые являются 27-мым поколением семьи Харирам Вьясой. Перед алтарем расположено божество ребенка Кришны в колыбели и преданные, если пожелают, могут покачать его. В 1940 году тогдашний король Мадья Прадеша купил зеркала и стекла в Бенгалии и украсил ими стены и потолок храма. Поэтому в настоящее время он хорошо известен как Канч-мандир или зеркальный храм. Позади этого храма расположен Радханам Банг, где преданным предлагается написать имя Шимати Радарани столько раз, сколько они смогут. Гьяна Гудри это небольшой парк на восточной стороне города Вриндаван. Говорят, что когда Удава приехал во Вриндаван, чтобы передать жителям различные сообщения от Кришны, некоторые письма он передал здесь. Это номер 70 на нашей карте. Гьяна значит знание, а слово Гудри является производным от санскритского слова Гудадий, что значит лохмотья. В письмах, которые принес Удава, Кришна пытался успокоить Враджаваси, говоря им, что Он присутствует повсюду и что нет необходимости беспокоиться о том, что Он отправился в Мадхуру, что они всегда могут быть с Ним на духовном уровне, помни о Нем. Некоторые из Враджаваси подумали, что Кришна пытался проповедовать им Гьяну и как-то обмануть их и лишить своего личного общения. Так что они порвали письма, которые были написаны на ткани, в лохмотье, и выбросили их здесь, в Ямуну. Поэтому это место известно как Гьяна Гудри, место, где Гьяна была разорвана в клочья. Храм Браджа Мохана расположен сразу через дорогу от Гьяна Гудрия на восточной стороне. Это красивый, маленький храм с очень дружелюбными, преданными, занимающимися здесь служением, которые очень хорошо знают из Коншилы Правопады. Храм этот под номером 71. С дороги мы входим в храмовый двор, а затем на алтаре слева от нас видим божества. Радавраджа Мохан очень привлекательные формы Радхи и Кришны. Им поклоняются здесь с большой преданностью. Они были установлены Шилой Наратамам Дасам Такурам во время первого фестиваля Гаурапурнимы, проходившим в Кетури, в наши дни Бангладеш. А это произошло примерно через 30 лет после ухода Господа Чайтани Махапрабу. Гаурапурин Это большой красивый храм, построенный примерно в 1870 году царицей Текари, города, расположенного недалеко от Гаи, в Бихаре. Он под номером 72 на нашей карте. Когда она пришла в паломничество во Вриндаван, на нее напали мусульманские бандиты на восточной стороне Емуны. Она была вынуждена бежать от них со своим божеством Гопала и переплыть Емуну, которая в то время текла в том месте, где сейчас находится входная дверь храма. Когда она добралась до западного берега, она пообещала построить храм прямо на том месте, где вышла из воды. И этот храм мы видим сегодня. На главном алтаре ее божества – Радха Раджендра Саркар. Пуджари, как вы можете видеть, держат на алтаре несколько довольно необычных атрибутов для их удовольствия. Это храм Рамананди Вачнавов, ветви Шрисам Прадайи, которые сосредоточены на поклонении Сити Рами Лакшману и Хануману. А этот храм под номером 73 на карте. Мы входим через главный вход и видим арти под аккомпанемент традиционных колоколов и гонгов, которые сейчас слышны во многих храмах во Врадже. Мы также видим здесь эту удивительную машину, которая обеспечивает звуковое сопровождение арати. Сита, Рама, Лакшмана и Хануман очень красивы. Храм был создан не так давно преданным по имени Судама. И в стороне от главного алтаря мы находим его божество. Храм Туласи Рамы связан с известным в Северной Индии преданным Тулси Дасом, который жил примерно с 1532 года до 1623 года, некоторое время спустя после Господа Чайтании. Это номер 74 на нашей карте. Мы сворачиваем с улицы возле Гьяна Гудри и проходим через главный вход в зал для Даршина. Здесь небольшие божества Радхи Кришны, так как ранее храм был посвящен им. Но Туласи Дас был Рама-бхактой, и когда он предстал перед божествами, он сказал, «Твоя небесная красота невероятна, Господь Кришна! Однако этот Туласи Дас не поклонится тебе, если не увидит лук и стрелы в твоих руках!» Говорят, что тогда перед ним появился Господь Рама-чандра. После этого случая преданные установили здесь большое божество Рамы, который до сих пор и стоит за Радхой и Кришной. В храме есть красивое божество Туласи Даса. Во Вриндауне есть целый ряд храмов, в которых на алтаре стоит Господь Джаганнатха, либо один, либо с Баладевой и Субадрой Деви. Но это, безусловно, самый большой, в котором они являются основными божествами. Этот храм под номером 75 на карте. Чтобы получить даршин божеств, вы должны войти через главный вход и пройти через большой двор, где обычно раздают просад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Храм Катьяйни – это индуистский храм, не связанный с историей вайшнаов и культурой Шри Вриндауна Дхамы. Но, несмотря на это, он весьма популярен. Это номер 76 на нашей карте. Здесь совершают Панча Пасану – поклонение пяти божествам – Дурге, Катьяйни, Шиве, Вишну, Ганеше и Сурье, что характерно для многих людей, которые приходят в имперсональные традиции. Он был открыт в 1922 году, и здесь очень развито настроение поклонения Дурге Деви. Этот храм никак не связан с поклонением гопи Катьяйни Деви, чтобы получить крешну мужья, как это описано в 10-й песне Шимадбхагаватам. Те события происходили к северу от Вриндауна, на берегу Емуны. Для тех, кто ищет тихое, красивое место, чтобы расслабиться и почитать джапу в городе Вриндауна, это идеальное место. Это большой сад, в довольно хорошем состоянии, и здесь можно легко найти тихое место, чтобы без помех погрузиться в воспевание святых имен. Он под номером 77 на нашей карте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пани Гад в настоящее время находится на некотором расстоянии от того места, где течет Емуна, хотя раньше он был на ее берегу. Это номер 78 на нашей карте. Однажды гопи спросили Кришну, кому следует давать пожертвование. Кришна ответил, Дурваси, который живет на другой стороне Емуны. И гопи спросили, как мы сможем пересечь Емуну? Кришна сказал, просто произнесите, Кришна, совершенный брахмачарий, и Емуна даст вам пройти. Гопи не могли в это поверить, но они попробовали поступить так, и к их удивлению воды Емуны раступились. Они пересекли ее и пришли к Ашему Дурваси. Они накормили его роскошным пиром из сытного и вкусного просада, и он благословил их. После этого они собрались вернуться домой, но переживали. Как мы пересечем Емуну? Дурваси ответил, просто медитируйте на меня, как на мудреца, который ест только траву Дурва, и Емуна даст вам пройти. Шимати Радхарани спросила Дурвасу, Кришна всегда преследует нас ради любовных игр. Как же он может быть брахмачарий? А ты только что отведал роскошный пир, как может быть, что ты ешь только траву Дурва? Сначала Дурваса ответил на вопрос о себе. Он сказал, я душа. Как могу я быть материалистом, наслаждающимся? Объектами наслаждается ум, находящийся среди чувств, а не душа. А я дух. Так как я могу быть материалистом, услаждающим свои чувства? Объяснив, что он является вечной душой чуждой к такой деятельности, как еда, Дурваса затем ответил на первый вопрос Гопи, о Кришне, которого они считали сладострастным мальчишкой. Он сказал, как может Кришна наслаждаться мирскими удовольствиями, «Исполнен вожделение тот, кто обладает материальным телом и материальными желаниями». У Кришны, свободного от рождения и смерти, описанного в ведических писаниях и прославляемого во всех них, нет материального тела, и поэтому он не может быть исполненным вожделение. Когда Шимати Радхарани и Гопи услышали эти и другие наставления о Кришне, о Дурвасы, их это удовлетворило, и они стали размышлять о нем, как о мудреце, который питается только травой Дурва. И тогда ему нараступилось здесь, в Пани-Гате, чтобы они смогли вернуться домой. Господь Кришна однажды сказал Гопи, что Он – источник всех аватар и воплощений, против чего они стали сильно возражать. Для того, чтобы доказать им это, Он проявил им здесь свою форму Ади-Бадри-Надха. Это место под номером 79. Также сказано, что Шилавьясадева написал здесь десятую песнь с Шимадбхагаватом. Проходя по этой территории, мы приближаемся к храму Ади-Бадри-Нарайны, в котором находится древнее божество Бадри-Нарайны. Субтитры создавал DimaTorzok В Раджагате Господь Кришна выдавал Себя за лодочника, чтобы встретиться со Шримати Радарани и Гопи, которые пытались пересечь здесь Емуну, чтобы продать молочные продукты на ближайшем рынке. Это номер 80 на нашей карте. Не было никакой другой свободной лодки, поэтому Кришна торговался с Гопи, требуя очень высокую плату. Но Он сказал им, что просит столько потому, что Он предлагает особое служение всем своим клиентам. Он всегда омывает стопы каждому, кого перевозит на лодке. Гопи были этим впечатлены и согласились плыть в его лодке. Когда они переплывали Емуну, Кришна попросил предварительную плату в виде масла, которое они ему дали. Но ощутив Бхакти в их масле, Господа переполнили эмоции, и Он упал без сознания на дно лодки. Субтитры создавал DimaTorzok Чайтанья Вишрам Стали на самом деле является частью Раджа-Гата. Это то место, где отдыхал Господь Чайтанья. Это номер 81 на нашей карте. Когда Господь Чайтанья совершал Вриндауна по Рикраму, он остановился здесь, и теперь преданные построили здесь храм, посвященный его пребыванию в этом месте. Если вы войдете в ворота и повернете налево, то найдете строение с красивым божеством Господа Чайтанья. Храм Бадхаран-Бихари это место, где Господь Кришна обедал после одной из его важных игр – освобождение жен Браманов, которое описано в 23 главе 10-й песни Шимадбхагаватам. Храм этот под номером 82 на нашей карте. Храм расположен на возвышенности, поэтому мы поднимаемся вверх, осматривая окрестности Враджа-Мандалы. После игры с кражей одежды гопи, некоторые из мальчиков-пастушков почувствовали себя очень голодными и спросили Кришну, где они могут найти что-нибудь поесть. Кришна сказал, чтобы они попросили еды у местных браманов от имени его и Баларамы, но браманы отказались. Тогда Кришна сказал ребятам попросить у жен браманов, и когда они сделали это, женщины с удовольствием предложили им просад. Жены браманов, в чьих сердцах нарастали супружеские чувства, вышли встретиться с Кришной. Но он велел им идти домой и служить своим мужьям, как он сказал гопи, когда они пришли к нему в вамшиват. Однако, в то время как гопи отказались вернуться, жены браманов, которые были не столь возвышенными в привязанности к Кришне, как гопи, приняли то, что сказал Кришна, и вернулись домой. Потом Кришна с пастушками насладились великолепным просадом в этом самом месте. И поэтому оно также известно, как Боджина Стали, или Место Обеда. Рядом с Батаран-Бихари расположен Акрура-Гат, где Акрура остановился, чтобы принять омовение, когда увозил Господа Кришну и Балараму из Вриндауна по дороге на поединок в Матхури. В настоящее время это место находится на некотором расстоянии от Емуны. Оно под номером 83 на нашей карте. Сначала приняли омовение Кришна и Баларама, а потом, когда они вернулись и сели в колесницу, Акрура попросил разрешения совершить омовение. Он стоял по пояс в водах Емуны и повторял Гайетри, когда вдруг увидел Кришну и Балараму в воде. Удивленный, он вышел из воды, но потом увидел, что они все еще сидят в колеснице. На главном алтаре мы находим красивые божества Кришны слева от нас, Акруры в центре и Господа Баларамы справа. Здесь есть также место, где Господь Кришна показал в Раджавасе духовный мир, как это описано в 28 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. Мы молимся о милости Шивриндавана Дхамы, чтобы наша попытка прославления была успешной. Пусть Дхама, Шримати Радхарани и Господь Кришна прольют свою милость на всех зрителей. Шила Прабхадананда Сарасвати Такур говорит в последних стихах Вриндавана Махимамриты. Люди этого мира лишены духовного сознания. Ученые и философы глупо пытаются отделить истину от лжи. Сбитые с толку, они не могут приблизиться к истине. Даже великие знатоки шастер не способны оценить славу Вриндавана. По этой причине я просто служу лотосной пыли Шри Вриндавана. О, Вриндаван! О, источник сладчайшего нектара! О, безграничный океан Премы! О, свидетель супружеских игр Шри Ши Радхи и Мадавы! О, мой возлюбленный! О, господин Танцараса! О, очарователь всех миров! О, трансцендентная обитель, украшенная цветущими лианами, прекрасными деревьями, животными, птицами и другими удивительными созданиями, ты единственная цель моей жизни. Я в глубоком почтении склоняюсь перед прекрасной божественной читой Вриндавана. Я предлагаю свои поклоны божественной чете, наслаждающейся трансцендентными играми во Вриндаване. Я выражаю свое почтение божественной чете источнику жизни Вриндавана. Я смиренно склоняюсь перед божественной читой Шри Вриндавана. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Божественной Читой, олицетворенной милостью Шри Вриндавана. Я предлагаю свои поклоны Божественной Чите, олицетворенному нектару обители Вриндавана. Я в смирении склоняюсь перед Божественной Читой, олицетворением совершенства Вриндавана. Не существует более возвышенного места, чем лес Вриндавана. Нет более низкой личности, чем я. Как же можно совместить эти две противоположности? Только благодаря могуществу святого имени Шри Радхи. Пусть же мои уста будут вечно прославлять всемилостивое, безгранично могущественное и всеблагое имя царицы Вриндауна. Субтитры создавал DimaTorzok Наш счет в Яндекс.Деньгах, номер которого вы видите на экране. Вы также можете заказать это видео на двух DVD-дисках в подарочной упаковке, связавшись с нами по указанному здесь адресу. С уважением, издательский коллектив фильма Вриндауна. Место Игры Господа.